В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Кадастровая стоимость земли и объектов недвижимости по-прежнему остается проблемой для граждан, бизнеса и региональных властей. Тысячи судебных исков со спариванием кадастровой оценки, которая в разы превышает рыночную. Растет задолженность по земельному налогу, пением и налоговым санкциям. Снижается инвестиционная привлекательность регионов и это лишь часть возникающих проблем. Почему налог на имущество, рассчитываемый от кадастровой стоимости, вызывает наибольшие претензии у бизнеса и граждан? Попытаемся разобраться с этим вопросом сегодня в программе. Ну а в студии Игорь Артеменков, генеральный директор Международного центра оценки. Кирилл Пуртов, заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы. В нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Аят находится адвокат адвокатской палаты города Москвы, ведущий юрист первого столичного юридического центра Олег Сухов. Всех приветствую в студии и в нашей удаленной студии. Ну, тема сложная, тема, наверное, такая напряженная. Кирилл, согласны или нет? Вот насколько она напряжена для департамента имущества Москвы? Тема сложная, прежде всего потому, что она находится на стыке публичных и частных интересов. Ведь кадастровая оценка, она прежде всего затрагивает интересы практически каждого жителя города и каждого жителя нашей страны. И бизнесмена, вот если так еще выделить группу там жителя, бизнесмен, юрлицу, физическое лицо, всех. Независимо от категории, кадастровая оценка затрагивает всех владельцев недвижимого имущества, арендаторов земельных участков и собственников земельных участков. Понятно. Вот предлагаю сейчас посмотреть, я назвал так, рубрику «Обзор прессы». 25 марта Игорь Шувалов собирал представителей бизнеса, Федеральной налоговой службы Минэкономразвития, его интересовал вопрос, насколько серьезна эта проблема, и там две недели дал на то, чтобы разобраться, серьезно или нет. Я задал в поисковике кадастровая стоимость, вот приблизительно звучат вот такие заголовки статей. Налог на имущество в Приморье, значит, Приморье не готово к кадастровой оценке налога на имущество физлиц, мы не принимаем и не будем принимать. Бюджет, значит, смотрим в ведомости, владельцы московской недвижимости судятся с Росреестом и городом. Челябинск, в бюджете Челябинска недосчитались миллиона рублей. В Московской области было выявлено порядка 50 тысяч ошибок в кадастровой оценке земель. Самара, кадастровая стоимость земельных участков, это сообщает Федерал пресс Самара, кадастровая стоимость земельных участков Самарской области вызвала ожесточенные споры в региональном парламенте и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А что происходит? Вы как оценщик можете объявить? И, кстати говоря, главный объект претензий это оценщики. Что происходит? Происходит следующее, на мой взгляд. Налог на недвижимость введен, он является уже непосредственно основой местных бюджетов. По кадастровой стоимости давайте добавлять, чтобы было понятно всем. Фактически методологии на федеральном уровне четкой, ясной и понятной до сих пор нет. Особенно это касается объектов капитального строительства, так называемых оксов. И здесь мы столкнулись и в Москве, например, с тем, что... Оценщики вы имеете в удовольствии? Ну, оценщики в том числе, проводя массовую оценку. Методология на федеральном уровне очень как бы она неполная, и поэтому во многом требования задавались правительством Москвы. И зачастую эти требования не всегда соответствуют методологии индивидуальной оценки. Ну, например, такой вопрос, как учет налогов в рыночной стоимости. Ну, вот последняя переоценка на 1-1-14 в Москве объектов капитального строительства была сделана уже без учета земельной компоненты, то есть как бы более четко примена методология. Но опять-таки... К чему это привело? Как изменилась цена? Что вы считаете? Торговые центры, офисные центры? Что это за здание? О чем вы сейчас говорите? Я говорю сейчас о коммерческой недвижимости. Это офисная и торговая недвижимость свыше 2-х и 3-х тысяч метров для города Москвы. Это те объекты и помещения в них, которые попали под налогообложение по кадастровой стоимости. Это порядка, вот Кирилл Сергеевич говорил, порядка 8,5 тысяч объектов и порядка 80 тысяч помещений. И как раз вот методология, она как бы до сих пор отрабатывается. То есть, что касается индивидуального оспаривания таких оценок, опять-таки существует буквально федеральный стандарт, который был принят совсем недавно, только в начале этого года, это стандарт по оценке недвижимости. До этого просто отсутствовало явное... То есть, получается так, закон есть, взимать налог надо, оценивать надо, методологии нет. Сейчас хотел бы к нашему разговору подключить Александра Дроботова, депутата Самарской губернской думы. Вы сейчас, Игорь, говорили о разнице в оценках в Москве. Узнаем, что происходит в Самаре. Александр, здравствуйте, как вы меня слышите? Да, слышу отлично, могу говорить. Да, я слышал, что у вас масса вопросов в Самарской губернии. Почему, например... Ну, такие вопросы, которые я встречал, что резко... Почему резко выросла кадастровая стоимость некоторых земельных участков? Почему до 18-20 раз стоимость рядом регионы находится? Один и тот же практический объект. Почему в 20 раз отличаются цены? Что у вас происходит с кадастровой оценкой сейчас? И как она влияет на бизнес? Там, в регионах, где... Методика, между прочим, Минэкономики утвердил, еще Греф утвердил методику оценки кадастровой стоимости земли. Там вид разрешенного использования. Но заказывает оценку все-таки правительство местное, региональное. И там, где вот смогли удержаться от, ну, соблазна сразу одним махом снять большой налог, как, например, в Ульяновской области, там методика сработала объективно, и там сейчас очень инвестиционно привлекательное место. То есть налоги в сравнении с кадастровой стоимостью Самарской области действительно меньше в 3-18 раз. Да и все другие области поменьше. В 18 раз? Но у нас, вот комиссия же работает, комиссия по рассмотрению споров при Росреестре, это досудебный орган, она рассмотрела там больше 1100 заявлений, это почти 10% от заявлений подобного рода подных по России. И по 1000 заявлений приняла, значит, в сторону заявителей, то есть оценили, они наняли оценщика, и оценщик оценил кадастровую стоимость в 3, в 4, в 5, а иногда в 10 раз меньше, вот рыночную стоимость он оценил, чем кадастровая. То есть рыночная стоимость на самом деле в 3-5 раз, вот по результатам работы этой комиссии, меньше, чем кадастровая. Понятно. У нас мало времени. Александр, ваше предложение, что надо делать в этой ситуации, вот в Самаре в частности? Ну вот самые такие звучащие, часто звучащие предложения. Например, есть работа этой комиссии, возьмите, найдите вот этот вот коэффициент, который можно применять как понижающий. И по основлениям правительства утвердите этот понижающий коэффициент и применяйте его к кадастровой стоимости объектов, и, соответственно, это будет выход на рыночную стоимость. Все понятно. С нами на связи был Александр Дроботов, депутат Самарской губернской думы. Кирилл, знакомая проблема или нет? Коллеги, позвольте все-таки прокомментировать, прежде всего, позицию города, вот раз уж Игорь Львович вел все-таки беседу и рассуждение именно о кадастровой оценке на территории города. Да, это много объектов. Что же все-таки кадастровая оценка из себя представляет? Это массовая оценка рыночной стоимости объектов капитального строительства, и, безусловно, она может содержать какие-то погрешности. Какие данные используются для оценки? Это, прежде всего, рыночная информация. И мы, каждый год проводя оценку, все время эту базу накапливаем и оценку свою совершенствуем. Это первое. В разы могут отличаться эти оценки? Вот как сейчас рассказывали в Самаре. Один оценочек посчитал, другой подошел, посчитал, в четыре раза меньше. Таких случаев у нас не было ни в рамках работы комиссии при Росреестре, ни в рамках рассмотрения судебных дел. Я вам приведу простую статистику. За прошлый год в рамках работы комиссии рассмотрено полторы тысячи заявлений. Это существенно низкий процент. При этом объектов в оценке участвовало, объектов капитального строительства, это 5,9 миллионов и 324 тысячи земельных участков. Поэтому объем обжалования по сравнению с той же примером, который приводили по Самарской области в Москве, значительно ниже. Давайте еще раз тогда напомним, Кирилл, какие объекты сейчас получили в Москве кадастровую оценку? Кого вы сегодня считаете по кадастровой стоимости? Давайте, наверное, перефразируем все-таки. Для чего используется кадастровая стоимость? Кадастровая стоимость используется на сегодняшний день для арендаторов земельных участков, для собственников земельных участков и для владельцев объектов капитального строительства при исчислении налога на недвижимость. Вот такие платежи. На сегодняшний день 100% объектов капитального строительства и земельных участков имеют кадастровую стоимость. Те объекты, которые стоят на учет после даты проведения оценки, они рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждает Министерство. Кто уже платит по кадастровой стоимости в Москве? Сколько таких объектов? И что можно сказать о собираемости этого налога? Я не знаю, как в Москве, но вот встречал информацию, что в регионах там просто серьезная проблема. Люди не платят этот налог, занижают, перерегистрируют, предпринимают всевозможные усилия для того, чтобы не платить налог по кадастровой стоимости. Что-нибудь похожее в Москве происходит? Давайте опять же разделим практику земельных участков и объекты капитального строительства. Все, что касается земельных участков, налогообложения от кадастров у нас, в принципе, уже достаточно давно действует, и здесь мы проблемы как таковой не видим. С 2006 года мы идем по пути приведения 100% сбора платежей от кадастровой стоимости. Что касается объектов капитального строительства, законодатель дал право городу ввести, и вообще всем субъектам ввести налогообложение в отношении всех объектов. Но, понимая, что на сегодняшний день это достаточно серьезная работа, город прошел по пути поэтапного введения налога на имущество. В первую очередь, в прошлом году, как вы знаете, был определен перечень из 1800 объектов, которые попали в систему налогообложения от кадастровой стоимости. Это порядка 30 миллионов квадратных метров. В 2015 году пороговое значение вхождения в систему налогообложения было снижено. Это объекты свыше 3000 квадратных метров. И они будут платить за 15-й в 2016 году? Они будут платить в текущем году кадастровую стоимость, налог от кадастровой стоимости. Да, нет, но уже можно как-то представить, оценить, Игорь, каким будет администрирование этого. А давайте спросим, подождите, Олега Сухова, он находится в нашей удаленной студии в отеле «Арарат Пархаят», ведущий юрист первого столичного юридического центра. Олег, здравствуйте. Добрый день. Олег, а у вас есть объяснение, почему возникает так много все-таки юридических споров вокруг кадастровой оценки? Фиксируете вы это или нет? Ответ-то на самом деле очень простой. Мы как раз говорим по этому вопросу в сегодняшнем нашем разговоре. Действительно, кадастровая стоимость объектов недвижимости зачастую очень завышена. Цифры о завышении мы сейчас слышали, и такие есть, и другие. И это напрямую отражается на налогах. Налоги у нас платят все, опять же, мы с вами сейчас это слышали, действительно так. От обычного гражданина до бизнесмена. И если раньше иметь в собственности недвижимость было очень-очень выгодно, потому что не было практически никаких затрат на ее содержание, то сегодня помимо тех затрат, которые возрастает эта коммуналка, это капитальный ремонт, у нас добавилась еще налог на недвижимость. И если посмотреть стоимость этих объектов и посмотреть процент налогообложения, то цена ежегодная, она очень и очень высока. Опять же, повторюсь, для любого человека или для любого бизнесмена. Поэтому и возникают эти вопросы, споры, потому что люди и бизнесмены не готовы принять, что им нужно теперь будет платить еще и этот налог. Тем более, что он рассчитывается из стоимости объекта недвижимости, которая в несколько раз завышена, а иногда и в десятки раз завышена. Вот он ответ на этот вопрос. Хорошо, Олег, а каковы шансы тогда у бизнеса, может быть и у физических лиц, добиться в суде снижения кадастровой оценки, кадастровой стоимости? Уже судебная практика есть по таким делам? Суды идут навстречу? Вы знаете, судебная практика есть. И она, в принципе, складывалась в последние четыре года. Слава Богу, на сегодня она более-менее уже сложилась. Многие вопросы, которые были непонятны, они сейчас судами отредактированы, скажем так. Но сказать о том, что легко такой спор выиграть, я бы, наверное, не сказал. И причина тут одна. Несмотря на то, что это, ну, условно, достаточно простые споры, выиграть их не просто, потому что ты судишься с государством. А когда ты судишься с государством, ты всегда на слабой стороне. Вот, поэтому много разных решений, которые, ну, мне, например, непонятно, как специалисту. И, к сожалению, они есть. Хорошо. Олег, по вашей оценке, вот к концу года, в 16-м году число таких дел будет увеличиваться? Знаете, я думаю, что да. Потому что очень многие до сих пор не обозначились этой проблемой. Многие не знают, что им придется платить, какова цена их недвижимости. Согласен. Спасибо, с нами был Олег Сухов, юрист-адвокат. Ну, что скажете, Игорь? На самом деле, я не совсем согласен вот с коллегой-адвокатом. Введение налога на коммерческую недвижимость и торговую недвижимость, оно отменило действующий налог на основные фонды. То есть та недвижимость, которая облагалась в поставке 2,2% как основные фонды, фактически она была выведена из-под налогообложения и переведена в другую систему налогообложения по кадастровой стоимости уже. И если говорить о новых объектах, вновь введенных объектах, то налоговая нагрузка на них зачастую выше, чем ту нагрузку, которую получили сейчас предприниматели. Потому что кадастровая стоимость, фактически, она очень близка на сегодняшний день к стоимости нового строительства, хороших, дорогих. Дальше мы говорим про Москву. Да, Игорь, нет, вот все-таки вопрос к вам. Почему оценщики не могут адекватно считать? Откуда эта разница? Вы, какие усилия будете предпринимать? На самом деле, оценщики могут адекватно считать. Что касается методологии массовой оценки, то здесь проблема, скорее, не... Или проблема тоже в исходных данных. Кирилл Сергеевич говорил о том, что... Нет, секунду, вот была Самара. Разница в оценке четырехкратная. С чем это связано? Ну, я думаю, это связано с неправильным учетом факторов при массовой оценке, и все. Это может быть масса факторов, начиная от сведений кадастра, заканчивая работой оценщика по отнесению группировки объектов, отнесению его к определенной категории. Игорь Львович правильную, в принципе, позицию озвучил, что касается все-таки системы налогообложения в целом. Ведь, посмотрите, у нас была, действовала система налогообложения от инвентаризационной стоимости, да? Чем старше объект, тем меньше стоимость. При этом замечательно. Мы имеем объект в центре города, в достаточно хорошем состоянии, и по сравнению с коллегами, которые имеют объект на окраине, но вновь введенный, они платят гораздо больше. И при этом я что еще хочу заметить, что налоговая нагрузка не только увеличилась, для определенных категорий платильщиков она и снизилась. Но это тоже не совсем правильно. Комиссии заседают, определяют, кому налоги и так далее. Это ведь тоже повод порассуждать на тему коррупции, почему одним допускается 70% скидка, а кому-то она не допускается. Нет, я как раз не говорю про работу комиссии, я говорю про работу, про разницу системы налогообложения. Ведь, если мы опять же вернемся к квартире, которая находится у нас в центре города и квартира, которая находится рядом с МКАД, мы, конечно, увидим эту несправедливость, когда мы должны платить от инвентаризационной стоимости. Она новая, а элитное жилье в центре уже состарилось. Да, Кирилл, ну давайте напомним, что в 2016 году граждане, физические лица начнут платить по кадастровой стоимости, правильно? Об этом не надо забывать и москвичи. То есть это просто радикальное будет движение. Ведь закон вступил в действие. И что вы ждете в 2016 году, если сейчас у вас тысячи, ну там не у вас, я имею в виду разных муниципалитетов, в том числе Москвы, тысячи претензий, в целом по стране десятки тысяч, я думаю, если придется платить по кадастровой стоимости объектов жилой недвижимости, там все будет на порядок больше и сложнее, нет? Организационные проблемы безусловно возникнут, потому что на сегодняшний день не все еще понимают до конца, что платить в 2016 году нужно будет уже от новой стоимости. Для этого мы на самом деле сейчас уже организуем масштабную работу по информированию всех жителей, по информированию всех жителей, что налог в следующем году изменится, чтобы каждый житель мог воспользоваться правом узнать свою кадастровую стоимость, узнать, почему она такая, узнать, какие сведения использовались при оценке кадастровой стоимости, сравнить ее с рыночной стоимостью. И в конце концов, и если вдруг он с чем-то будет не согласен обратиться в комиссию при Росреестре... Есть шансы, что перенесут вступление в силу, нет? Поскольку все-таки сложная экономическая ситуация, темпы роста ВВП, вот сегодня Игорь Шувал отметил не очень хорошие, доходы населения снижаются. Ну, я думаю, это проблема, наверное, больше всего не Москвы, а страны в целом. Страны в целом, да. И, скорее всего, федеральное правительство будет уже руководствоваться готовностью регионов к переходу на взимание этого налога. Спасибо, у нас, к сожалению, нет времени. У нас в гостях был Кирилл Пуртов, заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы, Игорь Артеменков, директор Международного центра оценки. Желаю вам удачи, до свидания. Телеканал РБК представляет Крым и Россия. Что ожидалось и что получилось? Как и на чем зарабатывает бизнес полуострова? Какие причины и каковы последствия блокады? Кто налаживает транспортную связь с большой землей? Крым. Год спустя. Каждый четверг в 11.50.